Здравствуйте, друзья! Как обычно в это время мы рассказываем вам в программе Вдоле об удивительных и уникальных женщинах, которые делают свое дело и меняют этот мир к лучшему, при этом еще ухитряются оставаться женственными, прекрасными, женами, мамами и каждым своим днем доказывают нам, что жизнь прекрасна. Сегодня у нас в гостях исполнительный вице-президент по маркетинговым услугам группы компании АДВ Наталья Осипова. Здравствуйте, Наташа! Добавлю еще, что мама троих детей и человек с достаточно богатой и интересной биографией. Расскажите, пожалуйста, в чем, ну если можно там вкратце, в чем состоят ваши обязанности в качестве вице-президента группы компании АДВ? Это такой хороший вопрос, прям с утра. Ну так-то, освежить в памяти, напомнить себе. В бизнесе 5 рекламных агентств, есть подразделения финансов, операционные, маркетинговые услуги, ну если кто-то там, может быть, не знает, это когда мы видим по телевизору, собери там 2 кода и получи подарок, к примеру, когда мы приходим на полку и видим рекламные материалы или там что-то соединенное, купи 2, получи еще один. Дегустация – это вот все то, что, собственно говоря, мы и занимаемся. У нас в группе 5 рекламных агентств. Моя задача – вдохновлять директоров, управлять, общаться с клиентами, развивать бизнес, смотреть, куда он будет двигаться, разрабатывать стратегию, формировать видение. Вы для них бизнес-муза. Можно так сказать. Но 5 агентств – это много? Да нет, можно и больше. Нет, это немного. Вот, почему? Может быть, 10. 5, потому что так просто есть разные дисциплины BTL, они разделены по дисциплинам. Вот, может быть, и 10. Вопрос, количество, сколько людей в прямом подчинении. Людей в прямом подчинении у меня 9, это много. Почему? Ну, как бы, намного эффективнее, мне кажется, когда ты можешь больше отдать сотрудникам, когда у тебя 5 прямых подчиненных, вот, но когда у тебя их 10, то нужно перестроиться и научиться отдавать столько же каждому, но при этом сбалансировать это все таким образом, чтобы и каждому делить время, и бизнес развивался. Ну, и, как вы правильно сказали, еще не забыть про свой личный баланс, семью и так далее. Да, но, слушайте, а почему отдавать, а почему не брать от каждого? Ведь брать от 10, это же лучше, чем от 5. Больше можно взять чего-то там, энергии, информации, я не знаю, денег, в конце концов. Ну, я думаю, что вот просто есть разные понятия, разные философии лидерства, да, но мы, наверное, говорим про лидера. У меня есть такое глубокое убеждение, что лидер — это человек, который вдохновляет. Когда ты вдохновляешь, у тебя такая появляется определенная ответственность и, скажем так, внутреннее состояние, когда, с одной стороны, ты обладаешь определенной внутренней силой, чтобы людей двигать вперед, с другой стороны, умением их вдохновить, умением их отдать и поддержать, и в то же время, да, двигать их вперед, да, и не всегда это происходит в позитивной манере, я имею в виду, что иногда вынуждена дать обратную связь, иногда сказать, да, ты мог бы лучше, ну да, где-то поворчать, я иногда говорю, да, но это такой правильный баланс, и причем с каждым это может быть по-разному, все люди разные, для кого-то похвалить, и он дальше полетит, для кого-то поругать, и он там поднимается, или наоборот, может быть, очень сильно демотивирован, найти такой, это каждый ключик для каждого. А любого человека можно вдохновить? Или все-таки должен быть какой-то материал, из которого лепишь? Если человек хочет, да. Если человек хочет, да. Ну, как я понимаю, вам все-таки, в вашем непосредственном подчинении находятся уже тоже достаточно успешные люди, которые, там, ну, не с улицы вчера пришли. Да, у меня суперкоманда, я называю ее командой мечты. Вы сами ее собирали? Да. А что для вас было важно в членах вашей команды? По какому принципу, там, не знаю, признаку эти люди оставались рядом? Ну, это люди, которые соответствуют моим ценностям, да, которым я могу доверять, и на которых я могу опереться. Это люди, которые хотят двигаться вперед, которые хотят развиваться. Это люди, которые, скажем так, умеют не просто принимать, но и отдавать дальше. Да, это люди, которые умеют любить, созидать, быть уверенными в себе, с определенной внутренней силой. И люди, которые готовы работать в команде. А вы сами оказались в качестве вице-президента по маркетинскому услугам в АДВ-группу тоже, ведь, наверное, после каких-то собеседований, после, не знаю, какого-нибудь хэдхантинга на вас. Как вы думаете, почему именно вас взяли на это место? Я, честно скажу, не задавала такой вопрос Дмитрию Коробкову, потому что именно он меня интервьюировал, это владелец группы АДВ. Но у меня первый раз в жизни было, я бы сказала, другое интервью. Потому что обычно интервью тебя спрашивают больше профессиональные такие качества. А сколько вы хотите зарабатывать, а как вы себе представите через 10 лет? Абсолютно, какая ваша мотивация, как вы вообще себя видите, какой ваш опыт, сколько у вас людей было до этого в подчинении, какой ваш самый большой проект или ваш неуспех. Ну, такие достаточно стандартные вопросы, которые обычно задают на интервью. Вот с Дмитрием это было абсолютно другое интервью. Смотрите, мы обсуждали меня как личность, мои ценности, что для меня важно, что не важно, что я думаю по одному или по другому поводу. Это было интервью у него дома, за городом. С вином еще, не дай бог? Нет, не с вином это было. Опасно. Не с вином, абсолютно, в кабинете. Вот, оно было другое. Вот, у меня я вышла с таким, опять же, вдохновением, да, вот именно, потому что... Ты меня вот своими вопросами, своим разговором, то есть это было не совсем интервью, это был разговор. А, ну... Я меня вдохновил. Но это удивительно, что вас это не напугало, не оттолкнуло, потому что наверняка этот способ общения с потенциальным работником должен был вас застать врасплох, да? То есть ты приходишь уже к чему-то готовый, надел какие-то латы, надел какую-то маску, и вдруг тебя совершенно с другой стороны начинают трогать и проверять. И тут очень сложно действительно, ну, не проколоться, не сказать какую-нибудь глупость, например. Ну, там, не знаю, гипотетически. Твой начальник гей, а ты говоришь, я ненавижу геев, я считаю, что толерантность — это вообще зло. И всё, и твоя карьера рухнула. Тебя не взяли на работу. И тебя не взяли на работу, хотя ты супер-про. Не боялись вы, что что-то подобное было бы здесь? Я так не думала в таком контексте, если честно, да. То есть для меня это было чуть-чуть по-другому. Я не могу сказать даже, что меня это напрягло. Я потом уже начала анализировать. Для меня было самое важное, наверное, оставаться самим собой, потому что я всё-таки работаю, все там мои три работы, я всегда стараюсь выбирать работу надолго. И важно было вот как раз снять эту маску и быть самим собой. Если я понравлюсь сама такая, какая я есть, то всё получится. Вот, наверное, с этой мыслью мне было проще намного. До этого вы занимались самыми разными проектами, но в качестве вице-президента ещё нигде не присутствовали. То есть это был качественный, очень серьёзный скачок в плане, ну, я не знаю, каких-то изменений условий вашей работы, отношений с окружающими людьми, и, наверное, ответственности. Не страшно было? Ну, страшно, конечно. Это, наверное, будет не совсем честно говорить, что, знаете, это. Конечно, страшно, но когда ты идёшь по жизни и строишь свою карьеру, ну, не знаю, как бы это, может быть, я чуть пафосно сейчас скажу, но есть какие-то мечты, да, когда ты мечтаешь. И у меня в какой-то момент, в первой моей работе у меня была такая мечта, что я сделаю отдел мечты, да, у меня получился отдел мечты, я искренне желаю. Многие люди, которые были в этом отделе, сейчас директора агентств, то есть прямо тремя, реально была команда звёзд. Я очень люблю, и мы до сих пор общаемся со многими из них. Когда я уходила на сторону клиента, был бренд, которого я до сих пор люблю, обожаю, это бренд педигрии, собаки. Я думаю, да, я могу отдать себя и создать бренд мечты, который вот действительно будет приносить пользу, да, это будет животным, собаковладельцем, чтобы... И вот когда мне пришла эта работа, у меня такое как бы вот пришло, я могу создать группу мечты, группу агентств, которые люди, в которые будут хотеть приходить на работу, которые вот действительно будут хотеть уходить на работу, потому что они будут сбалансированы, хотеть идти домой, что они не будут только работать. Где им будет хорошо, где они будут раскрываться, где они будут сами собой, да, где они будут учиться чему-то новому, да, какие-то вещи, они непросто, но будут двигаться всегда вперёд, развиваться. Вот, наверное, с этой мечтой я пришла сюда и стараюсь ее реализовать. А не стало ли в вашей жизни меньше креатива, больше каких-то административных функций? Больше креатива. Больше креатива. Как ни странно, хотя вроде бы, да, столько на вас взвалилось, свалилось ответственности и забот. Больше креатива. А со звездами работать это ведь очень непросто, ведь каждому надо как-то сделать свой реверанс, каждому каждому нужно найти подход. И звезды, они ведь люди капризные. Ну, да, но и я тоже капризная. Со мной когда-то тоже кто-то работал. Мне вообще везло очень с менеджерами. А давайте поговорим о начале вашего пути. После новостей оставайтесь с нами в доле. Наталья Осипова АДВ. Сегодня с нами в доле исполнительный вице-президент по маркетинговым услугам группы компании АДВ звезда и человек, который создал вокруг себя команду звезд Наталья Осипова. 65 10 99 и 6 наш московский телефон. Заглядывайте на сайт финам.фм, на страничку программы в доле, если у вас возникнут вопросы, какие-то комментарии. Я так понимаю, что у вас было достаточно интересное и необычное детство. Вы объездили какое-то немалое количество стран, несмотря на то, что, в общем, родились советской девочкой. Ваши родители были дипломаты? У меня мама была дипломат. Но, скажем так, я думаю, что сейчас, наверное, для детей у меня было самое простое детство. Сейчас уже, как путешествуют наши дети. По сравнению с сегодняшними детьми. В то время, когда большинство людей вообще никогда не были за границей, конечно, это было что-то особенное. Хотя мне так этого не казалось. Я воспринимала, как обыкновенный ребенок. Это само собой разумеющееся, что у всех так, как и все дети. Мама была дипломатом. Да, я прожила достаточно долго, 4 года своей жизни. Там родился мой младший брат в Греции при посольстве России. То есть у вас все хорошо с языками? Ну, с английским. В посольстве ты все равно общаешься с русскими. Потом 4 года по практике ты должен быть в России. Если сколько ты отбыл, столько должен оказаться в России. И потом 4 года в Японии. Да, в посольстве. Ух ты. Потом вернулись в Россию. Как-то это... Ну, то, что вы увидели, насколько велик и разнообразен мир, и тем более вы были в Японии, это же вообще столица, мировая столица всех трендов, идей, я не знаю, ну, мировой центр, мне кажется. Как-то это повлияло на ваш кругозор, не знаю, на ваши отношения к миру, к жизни? На выбор профессии? Я думаю, что это повлияло на мои стандарты к жизни. Я думаю, что если вот так это ответить, потому что на контрасте когда-то я вернулась из Японии в Россию в 90-х, когда хлеба не было, мы стояли в очередь, Московская область, даже не Москва, мы жили, да. Карточки, ну, я думаю, что тем, кому за 30 прекрасно помнят эти времени, надо это вспоминать. И, конечно, на контрасте с Японией в супермаркете, в котором можно было купить всё, я вообще не понимала, как можно было оттуда уехать и приехать сюда, и что так не бывает. Какой-то блокаде оказалось, да. Да, вот именно на этом контрасте я думаю, что я поняла, что жизнь может быть другая. Вот на этом появились стандарты, и хочется всё-таки выставлять себе достаточно высокий стандарт и стремиться к нему, ну, как бы не сходить с ума с одной стороны, с другой стороны, понимать, что может быть по-другому. Насколько я понимаю, в достаточно нежном ещё подростковом возрасте вам пришлось взять на себя достаточно, ну, большую ответственность по заботе о семье, о младшем брате. Вы в 15 лет начали работать. Как вам удалось вообще, я не знаю, сконцентрироваться, собраться, не сорваться? Это для меня совершенно непостижимо, хотя я тоже всю жизнь, Паша, я с 14 лет работаю в газете, но всё-таки всегда был какой-то бэкап, там мама поддерживала, да, там бабушки, дедушки и прочее. Быть кормильцем главным в семье в 15 лет, это в 90-е в Москве, я не знаю, это какой-то подвиг непосильный. Как вам вообще удалось через это пройти? Ну, я, честно, без лишней скромности скажу, что не считаю это подвигом, потому что я не работала, да, у меня было реальное хобби, я от него получала огромное удовольствие, это были собаки, я могла стричь, дрессировать, мне за это платили деньги, вот, в 17 лет я, когда уже действительно начала зарабатывать, до 17 лет у меня было хобби, я заработала очень хорошие деньги по тому времени и могла полностью себя одевать, скажем так, то есть мне деньги с родителей достаточно рано перестала просить, опять же, у меня были мои стандарты, я хотела им соответствовать, а просить денег на мои стандарты у мамы у меня просто не поднималось, ну, я не могла себе этого позволить. А вот этому вы тоже научились за границей, что подросток может работать, потому что в России это было не то, чтобы не принято, а даже никому в голову не приходило. Я не могу вспомнить, что там работали, но мы все время там были заняты, вот что, еще один большой такой контраст, когда я приехала сюда, оттуда, то есть мы с утра я уходила, пол восьмого, и в девять вечера я возвращалась, за этот день у меня происходило огромное количество дел, начиная от школы, спорта, поделок, мы вязали, учились нас готовить, ну, то есть это было огромное, какие-то фестивали, что-то мы выступали, ну, постоянно жизнь кипела, то есть вспомнить какой-то день, чтобы у меня там он не был расписан в расписании, у меня такого вообще не было, и выходные даже расписаны все были, да, потому что в посольстве мало пространства, особенно в Токио, мы представляем территорию, небольшая, ты все время детей пытаются как-то так организовать, чтобы они не хулиганили, это я сейчас уже понимаю задним путем, да, поэтому у нас сюда было какое-то занятие, то мы пироги все вместе, то пельмени у кого-то в гостях все делаем, ну, потому что хочется же русской еды, да, и все сели за стол, и все сидят, пельмени лепят, все большой семьи, потом все дружно, все в посольстве эти пельмени едят. А в Москве нечего было делать? В Москве как-то это все было по-другому, то есть я замечала, что не все мои друзья мыслят так же, да, вот, и вот это хобби появилось, потому что было свободное время, да, то есть я не шла работать, у меня появилось хобби, я занимала его свое время, а потом в какой-то момент люди начали мне за это платить деньги, потому что я делала это хорошо. Но вы же еще и промоутером устроились работать? Промоутером я устроилась уже позже, это уже было на первом курсе института, когда я уже действительно пошла зарабатывать деньги, то есть у меня были собаки по выходным, был институт вечерний, и днем я еще подрабатывала промоутером, для того, чтобы заработать больше, но здесь уже не стала мамой, и мне нужен был уже доход, имел уже более другое значение, конечно, мне надо было зарабатывать и на брата. То есть вам пришлось еще воспитывать брата, стать ему мамой? Ну, как бы мамой, не мамой, но да, помогать брату поднимать. А ему сейчас сколько лет? Чем он занимается? Брату 30 лет, он закончил Суворовское, потом получил образование, сейчас работает начальник отдела в IT-компании, занимается программированием, программированием компания. У него семья, ребенок, все хорошо. А, то есть, ну, так получается, что вы достаточно резко перешли от какого-то, ну, такого, от детства во взрослую жизнь, да? Это да. Там холили-ли-лили, а тут вдруг тебе пришлось вообще все самой, самой, самой еще и на себе тянуть малыша и ставить его на ноги. Это вы его в Суворовское представили? Да, я просто не справлялась с ним. Ему было тогда 13, я в какой-то момент понимаю, мне сейчас старшему сыну, он входит в этот возраст, я вспоминаю брата в этом возрасте, это какой-то был кошмар-кошмар, и у меня так, опять же, везло по жизни, вокруг всегда было очень много хороших людей, и мне люди помогли, потому что попасть в Московское, Суворовское достаточно сложно, но вот были люди, которые мне помогли это осуществить, и я его в прямом смысле там закрыла. В принципе, если у кого-то есть вопросы, как Наталья справляется с тремя сыновьями, так она рано начала, просто, по всей видимости. Тем не менее, вы поступили в финансовую академию на вечерний, это серьезный вуз, вы собирались заниматься финансовыми кредитами, банками и прочим, прочим. Как же вас затянула ваша промоутерская деятельность окончательно в рекламный бизнес? Это просто жизнь, это к вопросу, знаете, когда мы планируем, а за нас уже все давно распланировали. Это было совершенно случайно, потому что работа промоутера это то, что можно было легко получить работая студентом. Брали всех? Брали всех, это только начиналось, это было не так популярно. А что вы промоутировали? Ой, я что так не промоутировала. Я промоутировала в основном жвачку Ригли, она только появилась. Ну что, прилично, хоть и презервативы. Нет, нет, презерватива нет, я презерватив... Не водку. А водка была Смирнофов, Гордонс был, Балантайнс был, была водка, пиво было. Очень много сыров различных, когда они только начали появляться, все иностранные сыры, вот я сыры, дегустация, ну вот как-то так, что у меня пришло сейчас на ум. Ну, а что за случай все-таки вас оставил в этом деле и повел выше? Да мне, вот я, понимаете, я, вот хотите верить, мне как-то везло всегда, вот мне очередной раз повезло, потому что я знала английский язык, а в то время не все промоутеры знали английский язык, а все эти промоушены, они проходили, то есть только в то время начали появляться супермаркеты, еще вот эти вот березки уходили, да, и в целом это было очень много иностранцев, которым надо было также это промотировать на английском, я могла это делать, меня очень быстро заметили, повысили до супервайзера и пригласили буквально через год в офис уже работать. Я вышла в офис, потеряв очень много в зарплате. Правда? Да, в офис я вышла и с разрешения, что я еще буду на ночные смены, на выходные выходить промоутером, потому что в офис я вышла на очень маленькую зарплату. И тем не менее вы все-таки на это решились, а почему? Ну, мне казалось, за этим будущее, но я же не буду все время промоутером стоять, да, я как-то хотела, я понимала, что надо идти в офис, там за этим будет будущее, да, за этим я смогу как-то чему-то научиться настоящему. Ну, вот я закончила отделение рекламы и экономической журналистики, вроде-то журналистики МГУ, и точно знаю, что научиться рекламе, ну, по крайней мере, в России тогда было нереально, не было никакой литературы, лекции читали люди, которые только сами вчера вообще поняли, что это, и всех, кто хоть как-то вообще знал, как этим заниматься, разумеется, с преподавательской деятельностью уходили заниматься рекламой прикладной. Как вам пришлось учиться, не знаю, там, познавать азы рекламного маркетингового дела? Ну, еще раз повторяю, мне везло, я вышла в рекламное агентство, которое было иностранным, то есть владелец его был иностранец, англичанин, поэтому он очень много, конечно, адаптировался и привозил сюда, это первое. А второе, клиенты, первые, на которых я работала, был Проктер и Гэмбл, тоже иностранная компания, абсолютно с очень высокими стандартами маркетинга, даже работая там русские специалисты, у них были, они были очень натренированы, очень профессиональные, да, команда, которая была, конечно, они очень много передавали агентству, поэтому назвать это, что в университете я чего-то узнала, скорее нет, это было на практике, через пробы, ошибки, удачи, разочарования. Да, но тем не менее, за этим последовала MBA в 25 лет, об этом мы поговорим после новостей, оставайтесь с нами, у нас в доле Наталья Осипова. С нами в доле исполнительный вице-президент по маркетинговым услугам группы компании АДВ, мать трех детей, Наталья Осипова. Мне вот так нравится, как звучит, мама трех детей, очень хочется об этом тоже поговорить, но сначала все-таки давайте вернемся к вашему образованию. Зачем вам понадобилось MBA? Вы же сами говорите, что учились на практике, в общем-то. Были хорошие вокруг возможности, правильные люди попадались, правильные компании оказались. Просто мне про MBA сейчас очень много задают такой подобный мне вопрос и спрашивают, а в какую MBA школу пойти? Вот. Ответ мой будет очень простой, надо очень четко понимать. И тогда, слава богу, у меня были вокруг меня люди, и как-то мне хватило собственного интеллекта задать себе вопросы, ответить его для себя самой, зачем нет. Зачем? Потому что было очень много практики, и я прекрасно понимала, что мне не хватает теоретической базы. Эту практику необходимо было разложить по полочкам. И я пошла на MBA с этой задачей, и у меня был очень такой интересный преподаватель, когда я пришла к нему на интервью, потому что брали не всех. А это было в России? Это Россия, но это Kingston University, отделение в России, ВНХ. Мы обсуждали, он говорит, а зачем тебе это, и чему ты хочешь научиться? Я говорю, я хочу разложить по полочкам, вот как вам отвечают. Говорит, я тебе ничего не разложу по полочкам. Говорит, единственное, чего я тебя смогу научить, это задавать правильные вопросы в нужное время. Вот. И, собственно говоря, с этой мыслью, если тебя это устраивает, то давай попробуем. Ну, то есть, он меня взял в группу. Ну, вот, да, и два года я училась задавать правильные вопросы в правильное время. Оказалось, это не так просто, как кажется. Представляю. А финансовое образование помогло вообще в вашем тоже движении? Да. Что оно дало? Ну, а финансово-экономическое, оно больше понимание бизнеса в целом, да, то есть, это определённая структурность понимания бизнеса. Да, я считаю, что финансовое, но вообще у меня больше математический склад ума, то есть, я так могу видеть сквозь цифры. Это мне очень сильно помогает, потому что иногда я могу по ПНДЛ прочитать по финансовому документу достаточно много, даже не разговаривая с людьми. Вы за достаточно короткий срок и в достаточно юном возрасте достигли серьёзных высот в своей профессии, но при этом вы успели ещё и действительно выйти замуж, и стать мамой, и как-то вот удерживать баланс между этими двумя частями женской жизни. Был ли момент, когда вам пришлось там, не знаю, делать над собой усилия, где-то себя останавливать, и говорить, стоп, вот здесь хватит пахать, вот здесь надо уже отдавать там в другую сторону? Да, конечно, я не был, и есть, и будет, скорее всего, да, это, мне кажется, это постоянная такая задача, балансировать, да, не всегда это получается, я вам скажу честно. Ну, простите, просто вот даже решиться на рождение первого ребёнка для женщины, которая серьёзно занимается карьерой, в ней преуспевает, это очень, ну так, такой шаг, Я была молодая, я до конца не понимала, мне кажется, что я делаю, мне было всего лишь 22 года, 23 я родила первого ребёнка, вот, это было, вот, в молодом таком возрасте, конечно, второе, третье, это было более, более осознанно, но всегда задумываюсь о балансе, и первый раз у меня, в прошлом году, первый раз я отказалась от повышения в своей жизни, да, первый раз, да, почему? Именно для того, чтобы сохранить баланс, про который вы говорите, я поняла, что я не справлюсь, то есть я поняла эмоционально, что я эмоционально к этому не готова, что я не сбалансирую. Что, что вам придётся отнять себя у детей? Да, ну, то есть я, я вынуждена буду провалиться настолько в работу, да, для того, чтобы я должна была где-то пожертвовать, то есть фокус очень жёстко надо будет на какой-то достаточно длительный период времени, год, мне надо будет переключиться по полной программе. Это, это временный отказ от повышения? Значит ли это, что там лет через пять вы сможете взять на себя такую ношу? Или, или вы уже, вам кажется, что вот больше, чем, больше, чем сейчас отдавать работе нельзя? Знаете, я думаю, что это больше про внутреннюю уверенность, внутренний опыт и такое внутреннее самосознание. Я думаю, что через пять лет я буду более уверенной, более большим ещё самосознанием и смогу взвешивать. Если будет такая ситуация, что будет компромисс, то на такой компромисс я точно не пойду. Но если я буду уверена и буду понимать, что этот баланс может состояться, то я приму такое решение, почему нет. это очень интересно, потому что мы живём в таком времени, когда человек хватается за любую возможность заработать деньги, хотя есть поговорка «всех денег не заработаешь», ну не принято отказываться от повышения, от повышения зарплаты, от каких-то возможностей улучшить своё благосознание, потому что неизвестно, что будет завтра. Откуда у вас такая рассудительность, такое-такое, я не знаю, как вам удаётся притормаживать себя? Потому что у меня семья, это очень ценно, когда ты это терял, когда ты понимаешь, что и сколько ты это создавал, насколько ты любишь это, но на самом деле это самое главное, то никакие деньги не заменят. Это вот такое осознанное, да, и ты вот просто это бережёшь очень сильно. Не всегда это, можно беречь ещё больше, да, но вот именно вот этот баланс, который я стараюсь надержать. То есть вам, у вас остаётся временно почитать книжку на ночь, на съездить вместе, отдохнуть на... При хорошем планировании, да. Вместе на выходные. Да. Приходится как-то специально планировать это? Я, скажем так, в планировании, некоторые называют меня фриком, в планировании, да, я действительно очень много планирую для того, чтобы всё успевать. Это, я считаю, один из критерий успеха, собственно говоря, как-то всё балансировать. Я очень много планирую. Возвращаясь к вашему движению карьерному, тот пункт назначения, в котором вы находитесь сейчас. Вы говорите, я не готова к повышению, потому что, значит, ну, нужен определённый опыт, определённая степень концентрации, определённые усилия. Когда вам предложили стать вице-президентом маркетинговой части группы компании АДВ, как вы-то почувствовали в этот момент, что вот у вас достаточно опыта, что за это вы можете взяться, и это ваша работа, ваше место? Ну, здесь было несколько факторов, да, то есть я понимала, что я всё-таки агентский человек, и я возвращаюсь, можно сказать, так, домой. От клиента к агенту. Да, ну да, потому что я изначально из агентского, я прекрасно понимаю, о чём идёт речь, то есть у меня была в этом внутренняя уверенность. Побывав на стороне клиента, я прекрасно понимала, что нужно делать, да, то есть я приобрела такой достаточно уникальный опыт для агентского бизнеса. У меня очень была большая поддержка от мужа, который меня в этом поддерживал и видел, что скорее я агентский человек, и мне надо двигаться в этом направлении, и это было для меня очень важно, что он меня поддерживал. Это друзья, которые говорили, ну как босс, ну ты же знаешь, что ты, это твоё, вперёд, да, мы как бы поддержим, ты сможешь. До этого вы не были таким буквальным боссом, да? Нет. То есть вы стали леди-босс, и это, наверное, тоже требовало каких-то новых качеств, не знаю, развивать в себе какие-то особые навыки, умения, там, коммуникации, управления людьми, коварства какой-нибудь, может быть, не знаю, прозорливость, как, что пришлось в себе менять, я не знаю, как, может быть, пришлось чему-то учиться? Знаете, я всё время учусь, я люблю учиться, и чем больше я чего-то узнаю нового, понимаю, сколько всего я не знаю, на самом деле. я думаю, что за последнее время самое такое ценное, чего у меня получается, начало получаться, действительно, я понимаю, чему я научилась, это говорить очень искренние, честные вещи, не обижая людей. Я вот именно старалась это делать, потому что я не хочу манипулировать, я не хочу как-то жёстко кого-то обижать, да, но мне, с другой стороны, мне важно было говорить людям искренней правду, чтобы они понимали, что действительно, на самом деле, я думаю, что для них важно, и куда им могли бы они двигаться, и что бы они могли сделать по-другому. Я думаю, что это такое самое, если посмотреть на этот год назад, то это, наверное, самое главное, чему я научилась. Я думаю, что мне ещё чему есть учиться, вот не всегда это у меня получается идеально, но я очень стараюсь, и что-то уже начало такое получаться, это была большая внутренняя работа. вам пришлось, это была внутренняя работа просто самой с собой, или вы, опять же, я не знаю, консультировались с какими-нибудь специалистами, по коммуникациям, я не знаю, с психологом? Я с психологом, я пошла учиться, я пошла учиться на коуча, у меня команда, с которой я достаточно очень у нас открыто, искренне отношения, это, конечно, меня очень поддерживает, потому что я могу достаточно искренне, открыто сказать, как есть, что для меня это важно, и они являются для меня очень такой серьезной поддерживающей средой, которая может, помогает мне двигаться вперед, вот коучинг очень сильно в этом помог. А как вы думаете, почему далеко не все, ну, грубо говоря, начальники, исповедуют именно этот принцип отношений с подчиненными, вообще не создают такой климат в своей команде, в своих компаниях, потому что мне, например, приходится очень часто сталкиваться с тем, что люди совершенно не утруждают себя выстраиванием отношений, гораздо проще кинуть какую-нибудь кость, чтобы там все передрались, или поддерживать как раз какую-то нездоровую конкуренцию, какие-то интриги, чтобы люди боялись потерять работу, чтобы ими можно было манипулировать, но ведь это не самый эффективный способ достижения успеха, но при этом он очень популярен у нас в стране. Возможно. Почему? Почему многие люди, многие боссы не следуют вашему пути, как думаете? Не знаю, как мне ответить на этот вопрос, честно скажу. Хорошо, почему тогда вы выбрали именно такой способ? Потому что он, в общем, тоже достаточно громоздкий, он требует от вас определенных усилий, он требует того, чтобы вы пошли учиться, да, и над собой тоже постоянно работали, потому что вам какой-то человек может и не нравится, а вам приходится с ним как-то сюсюкать, ну не сюсюкать, но возиться, возиться, ходить или лень. Работать, да. Почему вы выбрали такой замысловатый? Возвращаясь к вашему вопросу, вопросу стандартов. Вот у меня всегда в голове была такая мечта, я очень всегда хотела на работу, хотела идти. Когда с утра ты просыпаешься, что-то не работать идешь, а ты идешь получать что-то новое, чего-то нового узнать, ты идешь общаться, ты идешь узнать что-то новое, сделать что-то новое, отдать себя, да, взять, возможно, в какой-то ситуации, что тебе окажут поддержку. и мне всегда казалось, что это, наверное, такого не бывает, это невозможно. Но вот в АДВ мне дали такую возможность действительно реализовать свою мечту, создать такую атмосферу, где это будет возможно. И, честно скажу, результаты просто ошеломительные, да, то есть бизнес развивается, бизнес растет, вот, есть к чему еще стремиться, есть, конечно, к чему учиться, но это получается благодаря в том числе этому. Если каждый, я думаю, что наш лидер помечтает, а какую бы он на самом деле хотел свою работу, чтобы с утра посыпаться, и куда бы он хотел идти, я думаю, что после этого ответа на этот вопрос он как-то изменит свое отношение к этому. Да, мне кажется, здесь слово мечтать ключевое, потому что мы разучились, многие из нас разучились это делать, и копаемся в каком-то там пепле, и глини. Ну, из философских сфер вернемся к реальности. Вы говорите, многому еще нужно научиться. Чего вам не хватает? Чему вам еще хотелось учиться? Мне кажется, такой бесконечный процесс, но общение, это внутренняя коммуникация с людьми, умение держать себя, уверенности. Мне кажется, это бесконечный такой процесс. И в следующем году тоже сейчас выбираю программу, куда бы я хотела поучиться, съездить, выбирала между просто экзекутив программы общей versus построение команды. Потрясающе. Как вы все это успеваете? Вы должны открыть нам секреты тайминга после новостей. Спасибо. С нами в доле исполнительный вице-президент по маркетинговым услугам группы компании АДВ Наталья Осипова. Все-таки вот женщина и тайминг для меня это совершенно парадоксальное сочетание. А как это? Вот у вас это с детства вас приучили? Или ваш математический склад ума? Научите. Жизнь заставила, хочется сказать. Не так раскорячишься. Когда захочешь все успевать, точишь планировать. Наверное, да. Но вы этому тоже учились как-то особо или просто взяли себя в руки? Работа моя предполагает так называемый проектный менеджмент. Ты в проектах всегда планируешь, в бизнесе ты все время планируешь. Горизонт может быть год, а может быть три года. И ты в какой-то степени все равно работа и жизнь оно соединено. И нам кажется, что мы дома одни, а на работе другие. На самом деле это все очень сильно взаимосвязано. Ну, это, наверное, сейчас вот эта рабочая история умения управлять проектами, да, и планировать их, да. То есть оно на семью также очень много приходится планировать, да, заранее. Ой, трое мальчишек. Да. Это тоже тяжкий труд. И как вам удается их держать в узде, в руках? Каким образом вы выстраиваете систему воспитания? Личным примером? Личный пример, конечно, но мне хотелось бы, чтобы они больше видели. К сожалению, я сейчас наблюдаю, что они другое поколение. Не знаю, я за своей мамой, мне кажется, больше наблюдала, чем они наблюдают за мной. И иногда их учу наблюдать за мной, за мужем, да, если ты просто понаблюдай, да, и тебе станет понятно. Но я думаю, что вся диджитализация интернет к нам, к сожалению, в этих всех вещах. Нам-то не было у нас интернета, мы наблюдали за очень многими вещами. Мы снижали в реальной реальности. В реальной реальности, да, у них не хватает времени, они вообще не сфокусированы на реальность. Свой пример, да, не могу сказать, что у меня все идеально получается, и я не знаю, как и многие родители, как воспитывать детей, наверное, мы все учимся, да, и такой постоянно вместе с ними, это постоянный процесс. Но такая самая, когда у тебя три мальчика, да, я думаю, что у нас сейчас много, я не считаю это подвиг, на самом деле, очень много в бизнесе женщины с тремя детьми, с четырьмя, с пятью, с шестью, ну, то есть назвать это подвигом, нет, но у тебя, ты смотришь на воспитание детей немного по-другому. Во-первых, у тебя есть такая осознанность, что они все очень разные. Вот у меня с одним ребенком не было такой уверенности, что они могут быть настолько все разные, то есть они очень разные, да, что каждому нужно индивидуальный, и ты где-то разная мама, ну, не разный человек, а разная мама, и твоя роль как мама разная в зависимости от возраста, да, потому что у меня получается 12, 6 и 3, то есть в 12 я хочется стать больше другом, наставником, вот уже партнером, да, вот таким, с которым он захочет делиться своими приятностями, радостями или неприятностями, да, в 6 лет, это еще человек, с которым можно поговорить, и человек, который отвечает на вопросы, который поддерживает в первых его начинаниях, да, то в 3 года, да, это время, это где-то прижать, пожалеть, да, убаюкать, да, 3 года, то есть ты все время в такой, в разных ролях, как мама, это умение переключаться, наверное, этому надо было научиться тоже. я читала в одном вашем интервью, что вы используете некий такой метод доверия, что ли, выстраиваете доверительные отношения со старшим ребенком, настолько доверительные, что ему позволяется самому передвигаться по Москве, это по-прежнему так? Да, ну, есть водитель, конечно, забирают, но в целом, то есть сейчас, наверное, процентов 30 он передвигается сам. Страшно было? И до сих пор страшно. Страшно. Даже, я имею в виду, даже не в том плане, что там его кто-то может на улице обидеть, или с ним может что-то случиться, а просто вот как-то передать полномочия ребенку взрослеющему, да, чтобы он сам принимал какие-то за себя решения. Ну, мне вот как-то больше страшно было, чтобы с ним что-то может случиться, но мне здесь, конечно, спасибо мужу. Как-то он с мужской точки зрения, он всегда поддерживает, он всегда говорит, а как он научится, он мужчина будущий, да, и через эти маленькие неудачи он как раз и станет мужчиной, да, и ты все время говоришь, а где же мужчины вокруг, да, то у тебя вот миссия воспитать будущих мужчин, которые умеют принимать ответственность, отвечать за свои поступки и, собственно говоря, нести, как-то думать про свою безопасность. Я просто думаю о том, что в бизнесе тоже ведь очень важно, опять же, если ты бережешь себя, свои силы, свою энергию, как-то вовремя и грамотно распределять, и передавать полномочия, да, и доверять своим подчиненным, то, что, в принципе, хочется бы сделать и проконтролировать самой. Вот есть два принципа. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, или научись передоверять. Вам удалось выстроить вот такие доверительные отношения с командой? Я все передоверяю. Вы даже представить себе не можете, насколько. Да, вот у меня сегодня была, сегодня у нас защита бюджетов, вот сегодняшнюю презентацию, которую мы будем делать, делал полностью сотрудник, команда не я. То есть я увидела ее с утра. Что, наверное, где-то должно быть, может быть, не стыдно, как начальнику, да, но реально я доверяю команде. Никто никогда меня не подводил, и это действительно здорово. Вот это хочется сказать. Ну да, но я также, если мне доверяют, я понимаю, что ответственность моя, я также не подведу. К вопросу, опять же, о сохранении энергии. Вы вообще способны как-то остановиться или остановить кого-то, кто вам выносит мозг, или кто вам сейчас кажется опасным для вашего внутреннего спокойствия и баланса? Вы умеете это сделать? Скажем так, не моя миссия останавливать, да, мне кажется, человек должен остановиться. Но, по крайней мере, я могу помочь ему где-то успокоиться или, по крайней мере, удалиться, если я являюсь раздражителем, что тоже такое может быть, возможно. Но я действительно за этим очень слежу, потому что, как только я начинаю за этим не следить, то я начинаю нервничать, это все чувствует, это неправильно. Но я даже здесь говорила о том, умеете ли вы прийти домой не выжатый, как лимон? Вот, потому что надо же... 80% времени. Не всегда. Не всегда? Но все-таки, а как вам остальные, ну, 20% окей, не удается. Ну, 80% это большое, это много. Я очень стараюсь. Сохранить себя для семьи, для детей, то есть прийти домой, отряхнуть, встряхнуть себя, это рабочее состояние, закрыть дверь, превратиться в маму, разную для троих, еще и любящую жену для мужа, и еще, чтобы тебя никто не бесил, и не хотелось просто сесть на диван, и чтобы вообще никто не трогал. Как вам это удается? Не всегда удается, как я уже сказала, я очень стараюсь, но я в какой-то момент научилась понимать, что важно, что не важно. И сейчас вроде бы звучит очень просто, и когда не важно, я перестала поэтому вообще думать про это. Включаться. Вообще я не включаюсь. Возможно, кто-то обижается. Ну, как бы, я искренне сейчас, по всей честности говорю, это не важно, расслабься. Ну, правда, это не важно, а важно вот это, и сконцентрировать человека, помочь его на самом деле важно. Как только ты видишь важные вещи, то сразу становится все настолько просто и понятно, что мы столько тратим сил на ненужные вообще какие-то медитации, мысли, додумки, что кто сказал, подумал. Лучше назвать вещи своими именами. но как бы, что для тебя важно, как только для меня вот это важно, ну, иди, скажи ему об этом, да, и все, пошел, сказал, счастливо возвращается. Да, я сказал, и он не обиделся, говорю, здорово, но ты же сказал, что ты чувствуешь и знал, да, и все нормально. А можно было бы там думать, обсуждать, что кто там подумал, надумал. меня поразила ваша фраза тоже, которую вы сказали в одном из интервью, когда вы спросили, уверены ли вы чувствуете себя с детьми за границей, вы сказали, я всегда чувствую себя уверенно. Для меня это просто недостижимая вершина, состояние, когда ты всегда чувствуешь себя уверенно, мне кажется, ну, это какая-то просто вообще нирвана, идеальное состояние, как вам его удается добиваться? Скажем так, я себе училась его добиваться, но такая уверенность, это не значит, что я не переживаю, не думаю, не готовлюсь, и, знаете, мне все равно. Уверенность, это когда я понимаю, что я с этим справлюсь, что все равно все будет хорошо. И все равно все будет хорошо. Вот это просто состояние уверенности, я бы, то есть у меня сегодня, разговаривая с вами, у меня сегодня первое интервью, я вот уверена, что все будет хорошо, но тем оно не первое, я какие-то есть, у меня были мысли. Поэтому я училась этому, внутренне, я это состояние, скажем так, стараюсь его все время ловить, и в какой-то момент я поняла, что оно всегда со мной, потому что без этого состояния уверенности тебе, ну, лидер вообще не может существовать без этого состояния, потому что все остальные это чувствуют в твоей уверенности, потому что если лидер не уверен, то тогда кто будет уверен, что все получится? Если мама не уверена, что все будет хорошо, и торт будет на день рождения вовремя, и шарики приедут, и Дед Мороз зайдет ровно под расписание, если мама в этом не уверена, тогда кто же может быть уверен, но кроме папы. Вот, поэтому это такое внутреннее состояние, которое важно, оно передается, и оно всегда со мной. И его можно развить в себе? Я думаю, что оно или есть, я в какой-то степени, я даже не знаю, можно развить или нет, я просто его поймала и не отпускаю, да, вот эти какие-то внутренние переживания, я их с себя скинула, и все. Вы говорите о том, что для вас одна из самых важных вещей это вдохновлять тех, кто с вами работает, и быть такой музой, бизнес-музой для ваших коллег. А вас что вдохновляет? Меня вдохновляет, когда я вижу, реализовывается моя мечта, когда получается. То есть, когда я вижу офис, сотрудники, которые приходят, вот когда я нарисовала себе какую-то картинку, мою мечту, я вижу, вот она, меня это очень вдохновляет, и спасибо всем, я действительно ее ловлю очень часто. Спасибо огромное, Наталье Осиповой, за столь вдохновляющий разговор. Спасибо. Это программа «Вдоле». Хорошего дня.